Швейцария, вообще-то удивительная страна, вот вроде бы кажется маленькая горная страна, вы нигде не увидите в Швейцарии заводов коптящих, дымящих, нигде не увидите электростанций, гидроэлектростанций, которые носят экологический вред природе. Нигде вы не увидите, вот почему-то в странах вообще Бенилюкса, там как-то очень бережно относятся к сохранению природы, ну и, безусловно, также трепетно относятся и к сохранению своего здоровья. Глядя на природу, как быть больным в такой природе? Мы все время говорим «горный воздух», мы говорим «чистая вода», «незагрязнённая почва», экологически чисто выращиваемые продукции, я имею в виду сельскохозяйственные, в Швейцарии производят довольно много продуктов, сельскохозяйственного значения и высокого качества. Но здесь очень большое значение имеет отношение самих людей, самих людей к этому. Безусловно, Швейцария исторически сложилась так, она очень выгодно находится в Европе, в центре, в самом Европе. Швейцария, не имея никаких ресурсов, природных ресурсов, стала самой богатой страной практически в мире. Но это особенность народа почти вместо этого. Безусловно, на здоровье швейцарцев играет очень большая роль мощь государства, я имею в виду экономическая, это вложение в систему здравоохранения. Но Томас уже сказал, что эта система не просто система, это система страховая система. И нам платят государства. Вам рецепт выписывают, вы идёте, покупаете бесплатно. То есть это серьёзные издержки для государства. Безусловно. Изменения в образе жизни швейцарцев. Более высокие доходы на душевые, но это понятно. Вот швейцарцы повысили свой курс на 50% и стали на 50% богаче. Но они могли так поступить, у них сосредоточены все банки в Швейцарии практически, все ведущие банки мира, они работают. Ну и, безусловно, образование, высокий уровень образования. Надо сказать, что, безусловно, расходы на здравоохранение и вложение в здравоохранение играют очень большую роль. Почему? Потому что, когда имеешь средства, всегда имеешь доступ к высокотехнологичным способам медицинской помощи. И своевременной самой главной медицинской помощи. И это, безусловно, подкупает в данном случае. Безусловно, система организации здравоохранения Швейцарии с подпиткой финансовой играет очень большое значение. Безусловно, вот при такой системе организации государство продлевает жизнь швейцарцам довольно значительно. Надо сказать, что в Швейцарии один из самых высоких уровней продолжительности жизни. Он составляет где-то в среднем 82 года. Вот по современным данным. Средние 82 года. А у нас в России с вами только лишь до 72 мы еле-еле дотянули в этом году. А у мужчин-то до 63 только. Представляете? О каком вообще здоровье может идти речь? Безусловно, сейчас вот начали заниматься системой здравоохранения в России. И слава Богу, что до этого додумались. Здоровый образ жизни. В Швейцарии очень трепетно относятся, хотя производят такие продукты, которые вроде бы кажутся с точки зрения воздействия человека вредны. Сыры. Ну, допустим, молочные продукты, молоко, сыры, особенно сырые, но они практически все жирные сыры, но большинство из них, за рядом исключений, там 10-15-17% тоже упускаются, но они считают, что жир определяет, что вкусовые качества сыра, поэтому употребляют обезжиренный сыр и только те, которые в состоянии здоровья должны употреблять его. А основная мастер употребляет довольно жирные продукты, и при этом живут долго. А почему? Употребляют такие продукты, они не забывают о том, что нужно заниматься собственным организмом человека. Нужны эти же продукты, чтобы уметь сжигать правильно, чтобы они не оказывали негативную воздействие на организм человека. Надо сказать, что свейцарцы, так же, как и все, курят, курят. Но в своей массе курящих в процентном отношении значительно меньше, чем, допустим, у нас в России. У нас придешь в виду своего внука в школу, а перед входом в школу старшеклассники стоят и накуривают. Курят. Причем не мальчики, а девочки. А они самоутверждаются – курят. Мальчики сейчас меньше курят. По статистике в России мужчин курят меньше, чем женщин, впрочем. Перекос вот такой произошел. Вот. А в Швейцарии к этому они прагматично, они понимают, что курение – это самый страшный яд. Причем считается так, что если человек курил, а потом бросил, вот тот период курения, который был, он бесследно не пройдет. Он оставит свой отпечаток. Вот. И были исследования в России очень серьезные по демографии. Оказывается, курящие девочки на 50% страдают бесплодием больше, чем не курящие. А у нас острастная демографическая проблема, а девочки у нас с молдом начинают курить. Но это вообще-то не потребно. надо сказать, что очень играет большое значение и вообще психологический настрой у людей, отношение к жизни самой. То есть жизнь надо не прожигать, как это у нас часто происходит в ресторанах, да и дома кто злопотребляет алкоголем, никотином, наркотиками и так далее. То есть фактически укорачивает себе сами жизнь. не понимая, что используя, так сказать, вот 7-минутный, грубо говоря, кайф, они наживают себе только ряд проблем. вот отношение самих швейцарцев к этому совершенно меняется в другую сторону. и даже продолжает изменяться в лучшую сторону. Ну и надо сказать, что помимо изменения образа питания, образа жизни, двигательной активности играет очень большое значение. ведь посмотрите, как не посмотришь документальный фильм про Швейцарию, там постоянно видишь на улицах людей, которые ездят на велосипедах, а не на автомобилях. хотя там автомобилей достаточно много. Все вот эти передвижения по горным местностям происходят в основном на велосипедах по дорогам у них. Вот я недавно смотрел фильм про активность, двигательную активность. Вот данный слайд демонстрирует отношение швейцарцев к жизни, отношение к курению, отношение к употреблению алкоголя, отношение к двигательной активности. Безусловно, только вот в совокупности всего этого швейцарцам удается достичь серьезных результатов в плане профилактики и оздоровления населения. К сожалению, у нас с вами этого нет. Спасибо за внимание. Всем здоровья и удачи!